Ну вот, и как я вам и обещал, мы приедем в место, которое занимается тоже производством сыра в домашних условиях. То есть это уже в нескольких поколениях изготавливается по одним и тем же рецептам. И купить это можно только здесь или за границей, куда поставлены эти сыры. Потому что основное производство выдвинуто за пределы Израиля. Но мы сейчас туда сходим, посмотрим, попробуем, увидим, что это за место. Если впечатлимся, посетим. Посетим не один раз. Я был в нем очень много. Место очень особенное. Ресторан в деревенском стиле. А у входа нас встречает буренка пластмассовая и рыжий келев, собака. Я ни разу не слышал, чтобы эта собака гавкала. Может кто-то ее выключил звук. Посетители приходят с детьми, большими семьями, маленькими, просто пары. Кому как угодно. Многие вещи говорят сами за себя. Сам интерьер. Сейчас мы все узнаем, что здесь подается, какого это вкуса. Как это называется? Столик на двоих. Вот в таком абсолютно деревенском стиле выглядит и двор. И все, что касается интерьера этого заведения, людей мы слышим немало. Ну что, пойдем в сам магазин? Это млада. Это млада. Практически все, что продается в магазине и находится на прилавке, можно попробовать. Место, как мы видим, эксклюзивное. Внутри его есть также столики, где тоже можно сидеть, не только на улице. Ну и, соответственно, такой стиль, такой дизайн, это все на любителя. В ассортименте имеются копченые на протяжении полутора лет овечьи сыры. И хранятся они в оливковом масле. Произведенными здесь же йогуртами вас тоже угостят. В этой частной молочной ферме насчитывается около 50 видов сыров. Хочу отметить, что хозяева заведения не скупятся дать попробовать абсолютно все, которые есть в наличии. Я не пытался запомнить название всех сыров, хоть я обожаю вкусно покушать. Зато снова появившись в этом месте, еще раз все пробуешь и уже заказываешь наиболее понравившееся. Все как в первый раз. Также на месте из молочных продуктов делают сахлав, малаби, кнафи. Мама дорогая! Я думал, что меня уже забыли. Я думал, получится как в отруне, я там оттуда вышел голодный. А это сыр любришо, копченый на дрожжах белого пива. Можно купить или в этом магазине, или в южной части Франции. Цена соответствующая. Узнав его цену, слово сыр, стоящее перед его названием любришо, теперь буду писать заглавные буквы, ну или просто приезжать много раз. Пробовать. Ой, а в таком тазике купались мои бабушки и дедушки. Я фотки видел. За полчаса пребывания в молочном доме Шварстана мы можем увидеть уже новых поседителей. Ничего не поделать. Очень известное и популярное место в Израиле. Да, место не из дешевых. Любой высококачественный эксклюзив сопровождается соответствующей ценой. В 100 метрах от молочной фермы Шварцман можно себе позволить кофе и баклёва совсем за другие деньги. Сделайте свой выбор сами. Ну что, отдохнули? Теперь можно ехать дальше. Это место находится ближе к северной части Израиля на 70-й трассе.